здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте jumla сенсей урок номер 118 мы продолжаем с вами изучать компонент комьюнити билдер и продолжаем разбираться с выводом всевозможных критерий пользователей на сайте и немножко отвлекусь от темы по поводу аватарки вы видели в пол прошлом уроке я менял аватар у пользователя федор 5 с того что оба другого размера она здесь выбивалась да и не было как у всех просто я хочу вас предупредить пока у вас еще не зарегистрировалась куча пользователей с разными аватарками и они не были потом разных размеров вот так списке а были красивые аккуратным как у меня вот есть кругленькие то вам лучше просмотреть убедиться какие настройки у вас выставлены сейчас я вам это покажу то сейчас вы видите аватарку нас круглые то есть смотрите если аватарка загружена до изменения настроек и выглядит не так как вот эти все круглые то эти аватарки придется перезагружать в профиль после изменения настроек поэтому имейте это ввиду переходим в конфигурации в комьюнити билдер вкладка аватар если вы делаете размер такие же как по умолчанию вот эти иконки это 110 на 110 пикселей то есть вот устал выставляете как у меня и внизу выбираем да с подрезкой то есть вот такие настройки и после этого загружены аватарки вот вы видите будет обрезаться и попадать то есть под размеры стандартных иконок конечно же у нас нету такой возможности как в социальной сети когда мы можем выбрать рамку чтобы человек мог выбрать что отображать в маленькой иконке да как вконтакте например и у нас она обрезается автоматически то есть так сделать нельзя возможно есть какие-то дополнительные плагины комьюнити билдер который позволяет вот так вот редактировать изображение но я пока таких не искал не знаю если такие вообще возвращаемся к теме урока по поводу списка то есть смотрите вы обратили внимание что у нас вот здесь вот появляется такая штука и ничего больше нет пользователей вот в эту область мы сейчас можем добавлять неограниченные такие пункты с различными критериями например можно вывести кто онлайн то есть чтобы отображалась например аватарка и только вот эти статусы то есть либо есть на сайте либо нет на сайте давайте посмотрим как это реализовывается переходе в менеджер списков вот видите вот заголовок пользователи который мы с вами делали как раз таки вот он тут и отображается ставим галочку напротив и мы сейчас сделаем дубликат нажимаем копировать вот у нас внизу появился пользователи 2 и он у нас вот здесь обратите внимание по умолчанию то есть первого здесь списке нам нужно в первом списке оставить вот этот наш первый результат поэтому мы кликаем вот сюда вот по крестику то есть одновременно 2 по умолчанию быть не может поэтому у нас наши пользователи теперь возвращается по умолчанию а здесь вкладка это будет не по умолчанию значит она будет 2 в списке кликаем по заголовку ну здесь я не знаю можно писать как угодно я напишу кто онлайн здесь также меняете описание переходим в колонки удаляем нижнюю по минусу вот всю колонку и удаляем вот эту вторую кликаем добавить ряд здесь выбираем онлайн статус здесь выбираем одна строчка без заголовка и нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу вот видите у нас теперь появляется здесь еще один пункт кто онлайн выбираем то есть у нас отображаются вот такие критерии то есть только аватарка имя и статус нахождения на сайте но смотрится это не очень красиво потому что у нас в правой части много пробелов мы переходим параметры переходим показать и внизу использовать сетку ставим да высота сетки ширины 200 на 200 сохранить обновляемся и у нас уже видите как заполняется то есть места и поинтереснее уже в таких боксах уводится на сайте ну и конечно же мы можем попасть в профиль как обычно так закрываем и давайте выведем еще один вариант то есть я ставлю птичку напротив кто на сайте и нажимаю копировать заходим в дубликат нажимаем добавить ряд выбираем здесь канвас одна строчка без заголовка и за иконочку перемещаем это чтобы это у нас было вторым я не знаю как это можно назвать ну я назову профиль нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся вот у нас теперь появляется здесь профиль выбираем и у нас видите что происходит когда мы добавили канвас то есть мы добавили вот эту заднюю подложку холст имя аватар и иконка статуса и здесь у нас есть лишние пробелы здесь же в профиле находясь переходим параметры где у нас включена высота сетки давайте попробуем выставить мне место 200 пикселей 80 сохранить обновляемся у нас подрезаются профили и таким образом то есть это кому как удобно то еще человек мог сразу видеть у человека какие забиты вот эти вот канвасы то есть задние подложки какие аватарки то есть вы понимаете да принцип вот этой вещи что мы можем здесь очень очень гибко выводить все возможные списки пользователей на этом я данный урок заканчиваю надеюсь для вас он был полезен если это так поддержите меня пожалуйста лайком и подпишитесь на канал чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски на этом здесь все пока пока если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь